Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 110. Начитываем Новый Завет с полным толкованием, с откровением. Это впервые в истории церкви такое. Это вот трехтомник у нас вышел, второе издание, по 752 страницы, чтобы видно было, показать закладками. Вот. Чем отличается от других? Что здесь есть полностью толкование на Откровение Иоанна Богослова по всем Святым Отцам. Только одно это толкование занимает 434 страницы. Видно, как книги изданы. Кроме того, раскрашены Гюстава Дорей, 230 иллюстраций нами. И здесь они помещены, тоже впервые. Это можно на нашем сайте найти их, все, кто пожелает, где-то применить. И какие места у блаженого апеллакта говорят о проповеди необходимости, чтобы исследовали Слово Божие. Я их выделил жирные. И даю комментарии, 227 комментариев, расширяя это. Смотря, что делается сегодня, что об этом говорили другие святые отцы. Никаких толкований не даю, конечно. Евреям 4.9 Посему для народа Божия еще остается субботство, толковая. Не сказал покой, но субботство, употребивший, собственно, такое название, которое и радовало их слушателей, и было вполне понятным для них. Так он называет Царство Небесное. Ибо как в субботу закон повелевал воздерживаться от всех плотских произвольных дел и священникам совершать одни только дела служения Богу и дела душеполезные. Так и тогда все будет духовным и божественным. Ничего плотского, ничего тягостного, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Послушай, что и он сам говорит. Евреям 4.10 Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих, плакование. И здесь сняет, в каком смысле назвал такой покой субботством. Потому что, говорит, и мы почиваем от дел своих, подобно тому, как и Бог, почививший от дел своих по устроении мира, назвал день этот субботой. Ибо здесь и для праведников много труда, и борьбы, и всяких усилий в добродетели. А там нет заботы и нравственной добродетели. Там неизмеримое наслаждение Богом. Итак, о чем желали они слышать, именно, что они избавятся от нынешних трудов, то и сказал, чтобы порадовать их. Евреям 4.11 Итак, постараемся войти в покой он их, чтобы, как по тому же примеру, не впал непокорность толкования. После того, как показал, что есть и третий покой, наконец-то побуждает их войти в него. Прекрасно сказал, постараемся, ибо вера сама по себе недостаточно для того, чтобы вводить в него, если с нею не соединяется и добрая жизнь. По тому же примеру, как израильтяне. Ибо как они, хотя уже прошли большую часть пути и претерпели бедствие, однако за неверие пали. Таки вы, смотрите, как бы после стольких подвигов, которых вы выдержали, не пасть вам, не сохранив мужества до конца. Ибо это действительно значит пасть. Евреям 4.12 Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Как тогда, говорит, ни война, ни меч погубил тех, но Слово Божие. Ибо они падали сами собой, так же будет и с нами. Ибо то же самое Слово, как их наказало, так и нас накажет. Оно всегда живет и не погибло. И в другом еще смысле сказал, живо, чтобы ты, услышав Слово, не почел его изречение пустым. Он говорит, живо, то есть существенно и действенно. И на какую бы душу ни пало, причиняет удары. Заметь его приспособление. Как он вспомнил о мече и ударе, обычных и известных нам. И это для того, чтобы из этого показать нам превосходство силы Слова Божия. Говорит нечто страшное. Или что Слово Божие духа деляет от души и оставляет ее лишенной происходящей от него святости. Что Господь и назвал в Евангелии рассечением. Матфея 25, 24, 51. Ибо как царь с начальника, совершившего преступление, прежде снимает поясы достоинства и тогда уже наказывает, так и в этом случае человек лишается духовного достоинства, потом наказывается. И лишь то оно проникает из самые бестелесные существа. Некоторые поняли это слово, по моему мнению, несообразно с намерением самого апостола. Что Слово Божие, вошедшее в душу, разделяет и расчленяет ее на части, делая ее способной к воспринятию и содержанию тайны. Ибо как стрела, рассекая тело, проникает таким образом в него, так и Слово, если бы не разделило соединенные части души, то не могло бы войти в нее. Составов и мозгов. Чтобы, слыша о частях души, они не сделались беспечными в предположении, что это неизвестное наказание предлагает и о телесных членах. Ибо более очевидное и открытое действует сильнее. Здесь показывает Божество Сына. Ибо Богу свойственно судить. Божество Слова. Божество Слова. То ли не видишь, то ли еще. Ибо Богу свойственно судить, то есть испытывать и ведать помышления. Ибо ты испытуешь сердца и утробы Божия. Псалом 7.10. Комментарий Игнатия Лапкина. Неужели никто из православных пастырей не читал эти благословенные слова Феофилакта? Почему же пастыри выпустили из рук Слова Божия? Или их рук. Это отмеч обоюдоострый. Они сделались немощными, уязвимыми и плененными. И стали искать союза с теми, кто находится под анафемой православного патриарха и Слова Божия. Они стремятся усилить свои позиции тем, что желают, чтобы государство поддерживало только их. А всех остальных неправославных и даже православных, но не согласных советской патриархии, душило и громило и уничтожало. Это случилось только потому, что из церкви устранили Слово Божие. И люди теперь делаются верующими по традиции, по наследству, по привычке, но не имеют духовного рождения, не имеют любви к Слову Божию и не имеют пользоваться этим самым сильным и самым острым мечом. Тогда Бог развеял бы всех врагов православия. И историки могли бы сказать, не меч погубил тех, но Слово Божие. Вот как об этом говорит Нил Синайский. Почему Христос теперь повелевает взять нож тем, кто уже научился подставлять щеку? Приближаясь к страданию и готовясь взойти на крест, как по злом мышлению иудеев, так и по собственному изволению ради спасительного домостроительства, Господь говорит это ученикам, готовя их к борьбе с противниками истины. Но не к борьбе, предпринимаемой по воловажным предлогам, где расположением борющихся управляет раздражение, а к состязанию в подвиге, который внушен Богом, по пламенной ревности и благопочитанию. Ибо Господь уже видел, что бесстыдные псы иудеи с неистовством восстают против божественного учения и спешат положить конец спасительной проповеди. А потому, посылая своих учеников на этот подвиг борьбы с иудеями, повелевает им отложить прежнюю кротость и вооружившись сильным словом, идти на обличение покушающихся низложить истину. Хотя христианину прежде всего необходимо достойное деяние, степенная безмятежность духа и скромный нрав, однако во время борьбы с противниками необходимо ему и оружие слова. Поэтому Господь говорит, в то время, когда я послал вас учителями к Израилю, вы хорошо делали, проявляя мирное состояние духа и таким поведением привлекая непокорных к послушанию, к уротости введя их к покорности, для убеждения действеннее сильного слова право и жизнь. Но поскольку по моем вознесении враги истины нападут на нее, то каждый из имеющих попечение о нравственном благоустройстве да отложит старания о соблюдении мира и да приготовится к состязанию. Видите, вот как. Там к миру призывают, а тут к состязанию. И теперь многое делает Павел, даже не так, чтобы только Слово Божие принимали. Сейчас в чем-то человек упрется, маловажное какое-то. Ну тебя не будет никто принимать в благовестие. Ну и что? Я такой твердый. Ну как это? Для спасения ты многим мог бы мирским, так кажется, пожертвовать. Нет, он об этом говорит, непокорных к послушанию. А теперь ведет их, что? Уметь сражаться. Кончилось то время. Ибо нет никакой несообразности для важнейшего оставить на время менее важное и отложив кротость сделаться воителем. Отложить кротость? Люди не понимают этого никак. И все вот тихо, кротко сказать. Не всегда получается. Когда враг явно разрушает душу, тут надо бы остать мечом сверкающим. По самой рукоятку. Почему продавший лизу непременно покупает нож, и первый не уничтожая, и приобретая последний? Там написано, и купите два меча. Дальше. Да и какой покупает он нож? Тот, о котором говорит Христос. Не пришел и принести, но меч. Матфея 10.34. Называй мечом слово проповеди. Ибо как нож разделяет сросшиеся и связанные разделяет на части, так слово проповеди, вносимое в дом. Буквально понимает. Не в мир принес, но меч. Но если меч, то где? Ну где-то он спрятан, наверное, меч. Ну что под дурака играть-то? Явно, что не о мече Господь говорит. А что будет на вас нападение, и вам надо оборонять себя. Чем? Словом Божьим. Ну тут написано, меч, да отойди. Дурь. Больше ничего нет. Нет связи с Богом. Потеряно веяние Духа Святого. И человек все на своем давит и давит. Нет посвящения. Нет понятия, что рядом на тебя люди смотрят. Ты запрещаешь им приблизиться. Но он скажет, такая дурь, зачем мне это нужно христианству? Во всяком из них отсекало друг от друга, соединенных ради зла неверием. Отделяя сына от отца, дочь от матери, невестку от свекрови. Оно рассекало самую природу и тем показывало цель повеления Господня. Для великой пользы и во благо людям взять нож. Поэтому Петр немедленно отвечает, что у них два ножа, о которых Господь сказал, что их достаточно для предстоящего подвига. Ножи же эти, как говорит апостол, есть обличение противников и утешение верующих. Вот оно что означает. Никаких ножей не надо. Он взял один меч, а Господь в ложе, он даже один лишний оказался. Ибо в послании к Титу вручает их учителю, чтобы он был силен и наставлять здравом учении и противящихся обличать. Титу 1.9. Чем разделяет слово на два вида? Ибо один вид – слово учение к верным, и другой – слово истины к врагам. И одно дело – обличение лжи, а другое – подтверждение истины. Обличение лжи, что он шепотом говорил это, как стелимой волхвом-то, ослепило бы и все, враг всякой правды, сын дьявола. Это ложь. Если допустил маленькую ложь в чем-то, это целая цепь пойдет, чтобы оправдать первую ложь. Как у адвентиста седьмого дня. Субботу приняли, дальше уже надо все остальное. Я пытаюсь доказать, что Христос трудился в субботу. Он сходил в преисподнюю, а не дальше, а преисподней никакой нету. Я говорю, так написано, а это он с неба сошел на землю, это земля, мы живем как в аду здесь. Ну я говорю, ну как же, тело похоронили, а душой сошел, душой. Теперь у них связано, надо доказать, что он не был там, души нету. И в учение вмонтировали, это же новое учение. Души нету, а раз у Христа нету, нигде нету. Для того, чтобы оправдать субботу, смертные грехи взяли, а субботу указывал на воскресенье. И попробуй сдвинуть. Речь идет уже минимум 20 миллионов. Миллионов. И как кодинов это верят, фанатично. Икону уже забыли. Я с ними беседовал много, выступал у них, говорил. Хорошие люди, хорошие, но упертые. Я говорю, вы еще не до конца субботу соблюдаете. Вы еще даже и Христа распять за несоблюдение субботы. Так, а что мечом называют слово, это явно для всякого, так как на памяти у каждого часто повторяемое изречение Писания. Ибо слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Евреям 4.12. Преподобный Нил Синайский. Евреям 4.13. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Толкование. Ему дадим отсчет. Не написано там? Написано. А почему не считаешь? А я отвлекся, тут зьё не было, я открылся так, не понял. Нет, ты читай подряд, больше я прошу, не изобретай ничего. Я боюсь тебя как изобретателя. Хорошо. Толкование. Ты понял, что открыто перед очами его, никаких очей у Бога нету. Ну не надо таким быть уже совсем-то, придуряться на это. Святые от света истолковали. Бог не имеет ничего, а по образу сотворил. Ну что, с бородой сотворил. Что у человека, если ему необходимо, это и есть, и оправляться. У Бога нет этого ничего. Он дух. А говорит приближённое, называется как? Антропоморфизм. Чтобы мы поняли его. Нет, написано в очи. Я буду так и понимать. Икону нарисую. Нарисовали, а церковь запретила её. Где у Даниила написано «Ветхие днями», к нему подведён был сын. Далее. Не только, говорит, испытывает и ведает сердца людей, но хотя бы ты указал на ангелов и архангелов, на херувимов и серафимов, всё открыто пред ним. Ничто не может укрыться от его очей, чтобы нагляднее представить, каким образом всё обнажено. И явно пред лицом Слова Божия, он воспользовался переносным выражением, взятым от овец, когда с них сдирают кожу. Как у них, когда им отрубят голову или вонзят нож в шею и заколют их, после снятия кожи открываются все внутренности, так и для Бога всё открыто. Некоторые слова открыто поняли в смысле украшений с шеи, точнее, висяших на шее. А другие в смысле того, что спускается вниз и наклоняет шею, чтобы нельзя было пристально смотреть на славу Судьи и Бога вашего Иисуса Христа. Видите, какие толкования. А ты прими первое объяснение. Он берёт другие. Откровение толкует Иоанна Богослова. Семь толкований, семи толковые. Одно предложение, семь разных толкований. Какие были? А дальше пишет, а сжемню. А я думаю, что вот так надо. Андрей Кесарик, Ападокийский архиепископ. Ну, можно убрать. Теперь-то уже отсеялись. Видно, что не сбылись другие толкования. Нет, оставили как есть. Ты прими первое объяснение. Ему, говорит, отдадим мы отчёт и ответ в делах своих. Видишь, как он возвысил дело. Чтобы ты, услышав по тому же примеру, не подумал, что одно и то же наказание нам и израильтянам показывает через это, что наше наказание страшнее. Вот это тоже надо помнить. Ну, это раньше Бог наказывал, а сейчас не наказывает. А там наказывал, только в песок ушли. А здесь в ад. Евреям 4.14 Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего толкования. Как бы на просьбу кого-нибудь подать нам совет, чтобы мы не пали духом и не предались малодушию, говорит, что достаточно исказанного для научения нас страху и для того, чтобы сделать более твёрдыми. Но кроме того, мы ещё имеем первосвященника, который может помочь нам, если только мы держимся исповедания. Ибо он не малый и не случайный, а великий, он Сын Божий. И не таков, как Моисей. Тот ни сам не вошёл в покой, ни народа не ввёл. А этот, прошедший небеса, восседает со Отцом и может дать нам вход в небеса. И сделал нас наследниками обетованного покоя. Не всё приписывает первосвященнику, но требует и от нас участия. Он может, но при условии, что и мы являемся достойными. О каком же исповедании говорить здесь? О том, что есть воскресение, есть воздаяние и бесчисленное благо тем, что Христос есть Бог. Будем же держаться этого исповедания. Не дадим Ему иссякнуть в нас, чтобы мы исповедовали в начале веры, то будем содержать твёрдо, и всё страшное исчезнет. Евреям 4.15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Толкование. Увещевая их со всей убедительностью, он в удостоверении своей речи говорит, что этот первосвященник знает наше состояние не так, как большинство первосвященников, которые не знают даже и того, что такое страдание. Почему они способны помогать страждущим? Напротив, наш первосвященник всё испытал, и после того, как испытал, восшёл, чтобы быть способным сострадать. То есть он подвергся гонению, оплеванию, клевете, изгнанию, наконец распятию. Всё это он претерпел по подобию нашему, то есть подобно нам, однако кроме греха. Ибо он вообще не совершил греха, и тогда, когда претерпел сие, не сказал и не сделал чего-либо греховного. Поэтому можете и вы, находясь в скорбях, соблестись от греха. Итак, почему вы освобождены и избавлены? Некоторые выражения, кроме греха, поняли в том смысле, что он претерпел это, не за грехи, подвергаясь наказанию. Евреям 4.16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Толкование Так как, говорит, мы имеем безгрешного первосвященника, победившего мир, который сказал, дерзайте, ибо я победил мир. Иоанна 16.33 То мы должны приступать с дерзновением, то есть не с тягостным сознанием, без колебания, но с полной верой в первосвященника. Ибо если мы имеем и грехи, зато он безгрешен, и престол его – престол благодати, а не суда. Посему мы должны приступать с дерзновением в надежде, что он дарует нам все, чего мы желаем. Существует два престола. Один и ныне – престол благодати, и приступающие к нему получают по божественной благодати освобождение от грехов. Другой – престол второго пришествия Иисуса Христа. Уже не престол благодати, ибо тогда никто не получит прощения, а престол суда. А престоли напомнил для того, чтобы ты услышал, что он есть первосвященник. Не подумал, будто он стоит перед Богом, ибо хотя как человек он и называется первосвященником по благословению и снисхождению к нам, однако он и сидит на божественном престоле. Если мы приступим теперь, то получим милость и благодать, ибо приступаем благовременно. Если же тогда приступим, то не получим, ибо тогда не будет престола благодати. Ныне сидит на нем царь, подающий благодать, а тогда он восстанет на суд, ибо сказано – восстань, Боже, суди землю. Псалом 81.8 Послание к евреям, 5 глава, 1 стих Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Толкование Псалом 81.8 Он не происходил из священнического колена, не был на земле священником, не был поставлен от человек, и просто сказать, образ его священства не имел какого-либо телесного выражения, как, например, колокольчиков и дощечек с заповедями, которые были у ветхозаветных священников. Но все духовное. Псалом 81.8 То он перечисляет сначала то, что есть общего между Христом и прочими первосвященниками, а затем показывает и преимущество Христа перед ними. Ибо тогда при сравнении действительно оказывается превосходство, когда в одном он имеет общее, а в другом превосходит. Итак, то, что из человеков избираемый, это общего Христа с прочими первосвященниками. Ибо и он, будучи человеком, сделался первосвященником. Также и то, что для человека поставляется на служение Богу, то есть является посредником и Богом. И это общее. Объяснил это, что значит поставляться за людей пред Богом. Это значит, говорит, умилостивлять Бога за грехи. И это общее у Христа с прочими. Хотя и не вполне. Ибо он принес в жертву себя самого. Те же нечто другое. Как различаются дары жертвы сообразно точному смыслу. Хотя в Писании они употребляются безразлично. Узнаешь ниже. Евреям 5.2 Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим. Потому что и сам обложен немощью. Обложен немощью. Полкование. То есть привести в соразмерность, сострадать, снисходить и подавать прощение согрешающим по неведению. Но смотри, что невежество и заблуждение производят всякий грех. Ибо хотя кажется, что кто-либо знает зло, но обращаясь в момент деятельности, он страдает от неведения и заблуждения. Увлекаемый прелестью и удовольствием. Более простое. И я думаю, более верное толкование то, что потому первосвященник сострадает невежествующим, что и сам обложен немощью. И испытавшим меру человеческой слабости на самом себе увеличивает и прощение. Некоторые, однако, поняли так, что первосвященник в этом только и отличается от народа, именно что прощает, так как всем прочим и немощью он и сам обложен наравне с прочими. Евреям 5.3 И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Толкование. Все это далеко не общее у Христа с прочими. Но в этом он превосходит. Ибо Господь не имел слабости, именно слабости к прегрешениям. И не за себя самого принес дары и жертвы, но за всех людей. Евреям 5.4 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемой Богом, как и Аарон, толкование, указывает и на другой отличительный признак первосвященника, открывающийся также во Христе. Тот, что он не сам собой присвоил священство, но что он призван от Бога и таким образом получил его. Здесь же он намекает на тогдашних иудейских первосвященников, которые добивались сана, приобретая его через покупку и нарушая закон. Вот придумали сегодня, вот о жертве говорится так, Христос принес в себя жертву, а кому он принес? Отцу Небесному или дьяволу? То есть, даже не знает куда. Ну а почему ты должен, куда? Принес в жертву и все. Почему ты решаешь, куда? Кому? За кого? Вопрос-то совершенно по-другому ставить надо. И такие прямо люди, грамотные, академии кончили и никак не решат, спорят между собою. Ну, в семье много ребятишек. Их надо кормить. И она поняла, что если она выйдет замуж, старшая сестра, значит, они останутся здесь и погибнут. И она пожертвовала собою, чтобы воспитать детей и поднять их на ноги. Кому она пожертвовала? Никому она себя не пожертвовала. Во имя чего? Да. Ради чего? Любовь. А кому? Какая жертва? Нигде ничего и нету. Но так мы и говорим, пожертвовала собою. Это не единожды говорится. Кому она родине принесла с собой? Человек бросился на амбразуру. Пылающий самолет бросил на танковую колонну. Кому он принес себе жертву? Не Сталин уже он принес. Он пожертвовал собой ради освобождения родины от захватчиков. Вопрос поставить неправильно, и потом мечи ломают. Я все удивляюсь. Да какая же вера-то? Про священие-то никакого от Бога нет. А одно упрямство и дурость. Если ты молишься, тебе Бог это открывает. Вот вчера мы беседовали, и я ночью сегодня прямо уже откровение имел. А мы только вещам поговорили. И при том не однажды. Если не понимает человек, он дважды и трижды показывает. Я это раза три видел. Дальше. Ибо и Аарон, сначала призванный Богом через Моисея, таким образом священствовал, не сам присвоив себе этот сан. И опять. Когда жезл расцвел, было показано, что он был послан Богом. И тогда, когда огонь пожрал посягавших на священство. Числа глава 16 и глава 17. Евреи. Так и Христос не сам по себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину мелхиседека. Толкование. Что Христос всюду говорил, я послан от Бога и не пришел сам от себя. Иоанна 8, 42. То же и Павел указывает теперь, именно, что он послан от Бога и сам приславил себя. Но тот, кто сказал ему, то есть тот прославил его, это прими к сведению вообще. Посему так... Что слово вообще означает? То есть к любому месту ты можешь это приложить. Далее. Посему так как Аарон имел много чувственных признаков того, что он послан от Бога, как сказано выше, а Христос не имел ничего чувственного, напротив, даже более, противники его и убийцы в то время пользовались большим уважением. Они все делали и всем правили. То показывает доказываемое на основании пророчества, именно, что он послан от Бога. Казалось бы, пророчество из второго псалма не согласно с тем, что предполагается. Предполагается, без сомнения, на основании какого-то либо местописания показать, что Христос послан от Бога первосвященник. Между тем, это свидетельство показывает то, что он рожден от Отца. И действительно, то, что он рожден от Бога, есть в приготовлении к рукоположению от Бога. Затем прими в соображении то, что сказал потом в псалме 109. Из-за чрева прежде деницы рождения твое. Потом, немного спустя, прибавил. Ты священник вовек, почину мелхиседека. Павел соединил здесь сказанное в обоих псалмах о рождении, как бы говоря следующее. Чтобы ты не подумал, что говорится о ком-нибудь другом. Ты священник вовек. Но именно, о рожденном прежде деницы. И это никто иной, как тот, о котором во втором псалме говорится. Что он рожден ныне. Выражает прежде деницы, означает вечное. А также и ныне, означает от начала, то есть от отца. Второй же псалом, очевидно, относит все ко Христу. Посему о Христе сказано. И ты священник вовек. Пусть скажут иудеи. Кто другой был иереем по чину мелхиседекову, кроме Христа? Не все ли были под законом? Не все ли субботствовали и приносили жертвы? Итак, совершенно очевидно, что это сказано о Христе. Ибо только Он один осветил жертву хлевом и вином, как и мелхиседек. В таком же смысле сказал вовек. В том, что и теперь. С телом, который принес за нас перед Богом и Отцом. То есть, самое страдание за нас представляет, как великое побуждение. Без слов, говоря Отцу, за человеческое естество Твой Сын подвергся этому. Помилуй же тех, за кого я не снисшил пострадать. За кого? За ответ пострадать. Жертву принести. За. Или, что приношение, каждый день совершаемое и имеющее совершаться через служителей Божьих, имеет первосвященникам и священникам и жертвой самого Господа, себя за нас освящающего, заколаемого и раздаваемого. И всякий раз, как совершается это, смерть Господня возвещается. Евреям 5.7 Все. Все. Все.